Давайте проведём анализ сердечного приступа. Это первая причина смертности в мире — сердечные приступы. Так что, думаю, важно разобраться в этой проблеме и понять, что можно сделать, чтобы её избежать. Обычно происходит так. Артерия оказывается закупорена, доступ крови к сердечной мышце прерывается, происходит сердечный приступ, и человек умирает. Если переместиться в будущее, допустим, вы не умерли, но приступ пережили, вы можете вспоминать свою жизнь и спрашивать себя, где я мог бы поступить иначе? Были ли у меня какие-то признаки грядущего приступа? Расскажу вам одну историю. У меня был красный автомобиль, грузовой пикап. Развалю хата ещё. Двигатель вытворял разные непотребства. Лампочки на приборке загорались одна за другой. Двигатель перегревался. И всё такое. А я просто ехал дальше. Но я свернул на заправку. Осмотрел двигатель, ничего не увидел. И на всякий случай открыл бачок охлаждающей жидкости. Антифриза там не было. То есть грузовик ехал вообще без охлаждающей. И я подумал, как же хорошо, что я обратил внимание на предупреждающие сигналы. И что-то предпринял. И у сердечного приступа тоже есть много всяких предупреждающих знаков, которые организм обычно посылает. Но не всегда. Ведь в половине случаев всё происходит бессимптомно. И, к сожалению, никаких знаков при этом нет. Но когда знаки есть, это хорошо. Нельзя их игнорировать. Одна из серьёзных проблем, на мой взгляд, в том, что когда люди идут к врачу, эти знаки маскируют лекарствами. Например, одышка. Она может означать, что есть проблема с сердцем, и человеку прописывают лекарство отравент, чтобы избавиться от одышки. Проблема всё ещё есть, но теперь мы уже не знаем, что она есть. Или повышенное давление. Полечим его лизиноприлом. Маскируем симптом. А проблема остаётся, но уже вне поля зрения. Другие симптомы, говорящие о закупорках в сердце. Особенно с миокардом, когда болит в груди после упражнений или во время стресса. Это серьёзный звоночек. Либо вы чувствуете слабость при подъёме по лестнице, ведь это напрягает сердце. А сердце — это насос. Он должен гонять по телу кровь с кислородом. А если не гоняет, у вас начинаются проблемы при нагрузках. Вы можете больше уставать при упражнениях. Любые намёки, которые могут быть, тщательно их изучайте, чтобы увидеть потенциальную проблему и что-то предпринять. При боли в груди она будет отдавать либо в левое плечо, либо в руку, либо в челюсть, либо сзади, вот сюда. Вот что следует знать. Но самый важный момент, которому не уделяют особого внимания касаемо сердечных приступов, в том, что обычно всё начинается с эндотелиальной дисфункции. Что это такое? Это значит, что повреждена внутренняя стенка сосудов, особенно коронарных, то есть сердечных, артерий. Это даёт нам очень хорошее понятие о том, что вызывает эту проблему. Какое-то окисление или воспаление артерии, что вызывает цепочку событий, скопление холестерина, отложение белков и кальция и так далее. А защищает внутреннюю стенку сосудов витамин Е. Он очень важен. Витамин С тоже очень важен. А одна из главных причин разрушения витамина Е и витамина С — это, да, вы угадали, глюкоза и другие сахара, а также пустые углеводы. Все эти углеводы истощают антиоксидантную сеть и создают воспаление в артериях. Если вы на канале недавно, внизу написано, что надо делать. Если вы тут давно, это ещё одно напоминание, зачем нужны здоровое кето и интервальное голодание. Нужно смотреть на симптомы, как на предупреждающие знаки, которыми ваш организм сообщает вам о наличии проблемы. Симптомы не являются самой проблемой. И когда вы лечите симптомы, помните, что симптом нужно понимать и принимать меры к устранению причин, которые его вызвали. Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем видео. Приглашаю вас на свой курс «Здоровое кето». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь.